Здравствуйте, дамы и господа! Предлагаю вашему вниманию выдержки из программы людей, родившихся 5 июля невисокосных и 4 июля високосных годов. Информация выборочно взята из каталога человеческой популяции и представляет собой очень краткий обзор их характера на примере женского описания. Для данной личности в жизни существует одна единственная цель – власть. И власть абсолютная. Естественно, она прекрасно понимает, что самой высшей формой власти в обществе является власть над умами людей, потому что, получив ее, получаешь власть над людскими судьбами. Именно такого высочайшего уровня влиянием рассматриваемая личность желает обладать. Она ориентирована на достижение высоких социальных планок. И неудивительно, что в среде своего обитания эта дама, кем бы она ни была, всегда будет стремиться занимать положение руководителя, главы, вождя, начальника. Словом, если уж не королевы, то хотя бы кем-то вроде первой жены падишаха. Идея о том, чтобы заполучить возможность свершить судьбы огромного количества людей, вплоть до масштабов мирового сообщества, изменять их, притягивает эту женщину точно так же, как магнит притягивает канцелярскую скрепку. Но она не просто мечтатель. Ради этой своей мечты, возведенной в ранг наивысшей цели, эта женщина будет стремиться накапливать разнообразные ресурсы. В том числе и личные качества. Мощный интеллект, высочайший уровень эрудиции, соответствующий репутацию. И, конечно, будет стремиться заиметь влиятельных знакомых и мощную финансовую базу. Безусловно, этот, с позволения сказать, джентльменский набор достаточно сильно будет зависеть от культуры, традиций страны проживания данной дамы. И достаточно сильно варьироваться в широком диапазоне общественных ценностей. Положен, где-то особо ценным объектом накопления является информация, знания, интеллектуальные мощности. И тогда эта женщина будет работать над обретением статуса умной, образованной, эрудированной, хорошо информированной. А в каких-то уголках земного шара гораздо более высоко ценятся и востребованы совершенно иные вещи. Допустим, огромные стада коров, коз и овец, обладающие коими, считаются наиболее уважаемым человеком. Тогда она займется собирательством именно этого вида ценностей. Если в стране ее проживания выше золота ценится мораль, нравственность, религиозная последовательность или, допустим, определенный вклад в общественную жизнь, то почему бы, считает она, не озаботиться приобретением всего вышеупомянутого и во множестве? Ну а если общество, в котором она живет, преклоняется перед золотым тельцом, где деньги, которыми ты обладаешь, вне зависимости от иных, к примеру, личных достоинств, автоматически повышает твою котировку, социальный сатус или рейтинг, возводит на вершину социальной лестницы, то все силы ее будут оброшены на обретение солидной материальной базы. Однако эта дама в любой культуре будет стремиться стать фигурой заметной, авторитетной, значимой, постарается сделаться образчиком лучших качеств, дамой, глядя на которую, никто не сможет усомниться в том, что она достойна того, чтобы занимать наивысшие положения в обществе. И хотя временами эту личность могут высечать и панические настроения, накатывать в подавленные угнетенные состояния, проще говоря, хандра, когда она вдруг начинает думать о себе, как о неудачнице, о том, как все плохо и так далее, этот сплин достаточно быстротечен, хандра проходит, и эта женщина снова бодра, могучая, рвется, как говорится, к штурвалу, то есть регулировать огромные социальные пространства, распоряжаться судьбами людей. Она снова превращается в человека, которому прислушивается, и который действительно может являться настоящим авторитетом для своих подчиненных, и, конечно, способен изменять их судьбы. Кстати говоря, вождь-то она, конечно, вождь по натуре, однако являться ходячей иконой, идолом для кого-то этот человек категорически не желает. Не желает также быть наставником, как человеком, который знает все обо всем и постоянно учит других жить. Важнее для нее быть законом для самой себя и всех остальных тоже. Эта дама обладает самоощущением великой и могучей личности. Она считает, что должна являть собой эталон, и все то, что к ней относится, также должно быть эталонного качества, и готова, что называется, пупу, кровать для достижения данной цели. В гордости высокомерие, нормальные и естественные в ее индивидуальном случае качества личности. И коли здоровье позволяет, а оно у нее, как правило, отменное, почему бы не держать себя заносчиво, не ходить с задранным носом, не декларировать полную всезазвольность для самой себя, не изображать, что ей море по коленам. И в этом смысле она предстает крайне избалованным экземпляром. Спесиво, заносчиво, бесшабашно, особенно молодые годы. Любимая самопрезентация – это выставлять себя дамой, которой все ни по чем, все доступно и никто не указ. Она себе сама царица и богиня. Проявить самоуправство, шикануть, посорить деньгами, наделать шикарных жестов. Обычное дело для нее. Однако и этого ей мало. Она хочет, чтобы о том, какая она со всех сторон замечательная, узнали все. Для реализации данной задачи могут использоваться публичные выступления, публичные обещания, настойчивая самореклама. Словом она, метафорически выражаясь, берет рупор и громогласно начинает вещать о том, какая она выдающая. А как иначе, считает она? Ведь она исключительная, и все, что с ней связано, лучшее из того, что есть во Вселенной. К примеру, место, где она родилась, ее родной край, люди, которые в этой местности проживают, не говоря уже о ее родителях и других родственниках, они само собой, разумеется, считает она, самые расчудесные, самые раскрасивые, по сравнению с которыми все остальные места и люди, населяющие их, так, мусор. Страна, в которой она живет, даже если в мировом сообществе она занимает последнее место по уровню развития, с ее личной точки зрения, самая благополучная, самая сильная страна мира и благоденствия, почти рай. Что уж говорить о семье. Ее семья самая дружная, самая образцово-показательная во всех смыслах. Необходимо ответить, что эта женщина не только мечтает выступать величественным человеком, но не прочь и действительно выделиться на деле. Она придерживается убеждения о том, что необходимо жить ярко, мощно и заметно, как говорят, на широкую ногу, и добиваться самых высоких целей и задач. Кстати, в этом смысле она не эгоист. Желает она также, чтобы сильным, успешным, процветающим было, например, предприятие, где она трудится, и радует за то, чтобы и другие люди становились мощными, здоровыми, могучими. Чем больше считает она достойных соперников, тем интереснее и веселее жить, тем выше будут ее личные качества, как бойца. Сильному человеку соперники не помеха. Держать первенство является одним из основных мутанных мотивов данной личности. Не только в спорте, но и в бизнесе, и в политике, в любом занятии эта женщина стремится быть первой. И она радуется состязанием из разряда «Кто сильнее, кто лучше, кто могущественнее», рассматривая их как своеобразный тренажер, который делает ее еще сильнее, еще конкурентоспособной. Если вас заинтересовал краткий обзор данной личности, и вы захотели получить более полное описание этого или любого другого человека, многократно превышающей по объему информацию, которую мы сейчас вам представили, обращайтесь «Кто-то» 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 Продолжение следует...